Сейчас зачастую родственники ищут награды своих отцов и дедов, участников Великой Отечественной войны. И во многих случаях находят. Много белых пятен осталось в истории. Задача военкомата – сделать запрос и оперативно его отработать. В таких мероприятиях всегда принимает активное участие и Совет ветеранов Одинцовского района. Совет ветеранов всегда участвует в таких мероприятиях уже на конечном таком этапе, когда вручается удостоверение или орден или медаль семье погибшего или самому, если он дожил, ветерану Великой Отечественной войны. Таким образом, конечно, справедливость и тот подвиг, который они совершали, мы видим, осознаем, что еще острее, какое мужество, героизм проявили наши бойцы во время Великой Отечественной войны. Военный комиссариат постоянно проводит работу по розыску участников войны, не получивших по каким-либо причинам награды за свои подвиги. К сожалению, не все ветераны доживают до этого радостного момента. Имя нашего героя – Раевский Александр, 1926 года рождения. Вот уже 4 года как он умер, но память о его подвиге еще надолго останется в сердцах его родственников и друзей. Александр Владимирович в звании сержанта служил в 118-м стрелковом корпусе, командовал отделением 1-й пулеметной роты. В боях на территории фашистской Германии 2 февраля 1945 года он получил легкое ранение, но, к счастью, быстро восстановился. Участвуя в последующих боях 15 марта того же года за деревню Энтерсдов, один из первых ворвался со своим отделением на окраину и завязал уличные бои. Смело продвигаясь вперед, он обнаружил самоходную пушку, подобрался на близкое расстояние и метким выстрелом уничтожил ее вместе с экипажем. Я хочу обратить внимание особенно призывников. В тот момент Александру Владимировичу было всего лишь 19 лет, он практически ваш ровесник. Он совершил этот подвиг, он уже был сержантом, он командовал людьми, он защищал свою родину, освобождал нашу землю от фашистской нечисти. На мероприятии присутствовали жена Мария Раевская, сын Евгений, дочери Марина и Татьяна, снаха Нина и внук Евгений. В торжественной обстановке им вручили удостоверение на орден славы третьей степени. На память о вашем муже. Спасибо вам большое. Всего-всего-всего-всего. Самого доброго, самое главное – здоровья. Берегите себя. Сотрудники военного комиссариата выразили благодарность родственникам героя за то, что их отец совершил настоящий подвиг и личным примером доказал, что он настоящий патриот.